Христос Воскресе! Роди Свои воскресе! Воистину Воскресе Христос! Дорогие братья и сестры! Неделя четвертая по Пасхе называется Неделя и по, разослабленная ради памяти Его чудо, над которым совершил Господь наш на овчей купеле в ограде Иерусалим о котором мы всегда слышим и на водосвязи и за литургией в эту неделю четвертую есть же в Иерусалиме на овчей купеле, ежегор болица еврейские бебезда, пять притвора мыщет тех, слежавших множество болящих слепых, хромых, сухих, чающих движения воды ангел Бог Господень на всякое лето с каждашем купеле узмущаше воду, уже первой влазише по узмущению воды здрав бы Ваш, я цен же недолго мы держим бы Ваш и здесь лежал тридцать и восемь лет в недузе своем расслабленным ожидая этого движения воды братья и сестры пять притвор имела эта купель как слышно то есть пять человек в год исцелялось кто в свою очередь был на выходе из этого притвора при воде и ангел, который возмущал есть архангел Михаил которому положен канон на канон за все наши так устроил Бог и купель овчая которой омывались овцы приносимые на заклание во храме Иерусалимском по образу яка овчар на закаление ведомого яка агнца непорочного прямо стригущего его безглазного не отверзающего уст своих то есть Господа нашего Иисуса Христа который за окном был за грехи мир той же за нее злоблен быть не отверзая уст своих во смирение суд его взяться род же его кто исповед той же он мучен быть за грехи наши язвен быть за беззаконие наше наказание мира нашего было на нем язва ибо мы из цели слышим пророки Божьи Исаии Великий Петок и это каждый христианин должен просто это основание нашей веры без этого нет христианства веры христианской нету без этого мы должны знать в кого веровать это окчабе домы на заколении яко не обритесь и лезть устьях его безгрешный агнец земли грех мир когда мы готовимся к причастию и слышим или читаем сами молитву и растлевшее обновивое грехом а растлевшее грехом обновивое естество наше крови свое владыка Господи Иисусе Христе Божий наш едини имея власть отпущать и грехи яко благо человека любец вот это самое естество наше растлевшее грехом расслаблено он обновил свою кровь для этого нужна с нашей стороны чтобы понимать когда мы готовимся к причастию мысль серьезно глубоко благая точная причем и конкретная совершенно мысль каким образом он обновил спрашиваешь каждый себя спрашивает чтобы обновить в себе начатки нашей веры без чего нельзя причащаться каким образом он обновил нас обновляет нас соединением с нами телом и кровью своей растлевляет грехом естество наше своей кровью а вот каким образом что он уже это сотворил сам себя священно действует заранее и общеньки божества своего заделывает независка когда мы причащаемся его в силу этого уже принесенного за нас священно действия уже он обновил и поэтому обновляет каким же образом а таким образом что обновил сняв с нас вину за грех что обновил нас оправдав наша преступная естество человеческое взяв расплату за преступление на свое невинное естество человеческое же в этом и есть жертва в этом и есть заслуга в этом и есть умилостивление в этом и есть смысл креста взял на себя исполнение наказания таким образом отъяв от нас вину и причину Божия неблаговоления Божия гнева на нас а раз отнят от нас гнев Божий раз Господь Отец Небесный больше на нас не гневается и простил нам во Христе грехи наши ради Сына Своего принесенного и закланного за нас то стало быть нет никаких преград и препятствий для чрезвычайного благословения излитых на нашу природу вот точное богословие догматически точное школьное православной церкви нет другого модернисты в наше время не только в нашем мудрствует вернее это нельзя назвать мудрствованием а это пустословие такая патологическая речь глупых людей которые хотят тень на плетень навести и даже в церкви вносить учения человеческие как апостол предрекал и сам Господь говорит в суе чтут меня учениями заповедями человеческими вот эти человеческие заповеди то есть не по Богу а по человеку причем падшему человеку который через земную философию падшую тоже не истинную не аристотельную философию на которой святые отцы стояли всегда а вот эту современную скажем так философию Украины философию Маркса которую нам теперь в школе учат раньше был Маркс теперь либерализм теперь человеческий коллективизм права человека и это въелось глубоко в души людей так что и в церкви не принимают здравого учения и учение здравое воскупление смерти крови Бога человека за нас заменили учением об органическом естественном обменении нам божественной сверхъестественной благодати такими какие мы есть то есть просто Господь взял и простил нас такими какие мы есть согласитесь что это очень звучит современно настолько учат психологи современно принимать человеку таким как он есть без того чтобы за нас внести эту плату страшную самим собой распявшись и погребшись и умерев за нас этого они боятся произносить даже креста боятся а крест остается только как знаете ли иллюстрация такая иллюстрация любви Божьей ну для тех кто слух не понимает вот пускай смотрят на крест и подражают в качестве иллюстрации так буквально не учат видя во кресте только человека пример человеческий и таким образом Господь Иисус Христос для них сливается с множеством земных страдаций и больше там земные страдания например страдания евреев во время Холокоста даже делают свои глаза гораздо более важными чем например страдания Христа поэтому вся Европа уже не христианская именно поэтому тогда как страдания Христа перевешивают все страдания человеческие и никакие Холокосты с ним не сравнятся у меня правда Холокост упаси Боже он был и геноцид был множество христианских народов прежде всего но страдания Господни над всем и по их глубине и по их страшным невыразимо страшным раздирающим всякую человеческую душу мукам этих страданий боли этих страданий невозможно и рядом даже встать никаким человеческим нашим с вами переживанием и страстям другое дело что мы наши переживания и горести и скорби обязаны соединять с его страдания это милость к нам что мы взирая на его страдания смиряемся с нашими и больше того получаем утешение во всех скорбях знаем именно мысли свои постигаем что он яко овча на заколение веден мысль не пререгуя не угрожая не вопия молчал же если кресте терпя их суровство пострадать хотя и спасти нас яко человек и любви жизнь пришилась и подать а не смерть все это православные получают изобильно во время страстной седмицы почему надо почитать страсти христовы а не так как нынче стало не почитают страстей Господня и вот дорогие братья и сестры в чем же расслабленность этого человека в наш век в наш двадцатый двадцать первый теперь уже очень часто можно слышать что расслабление ну не только физическое а прежде всего душевное расслабление это расслабление боли что человек безвольный что человек поэтому и не имеет реакции нужной поэтому и ничего не получается и вот в качестве примера приводят расслабленного которого тоже приводят в пример церкви например в таинстве соборования когда лежит действительно расслабленный человек на постель приходит батюшка и служит над ним соборования таинства или освящения и вот мы слышим там тропарь сегодняшнюю душу моя в агрессиях всяческих расслаблена воздвигни божественное предстательство и переносит это расслабление души которое есть прежде всего расслабление ума то есть невнимательность когда человек не поразился и не понял кто его исцеляет и неблагодарность и безразличие к добру и злу и безнравственность это все братья и сестры грехи ума то есть когда человек умом грешит совесть конечно подсказывает и сердце конечно отвращается от этого но именно потому что умом человек всеяден принимает за чистую монету вот эти все ходячие штампы и клише и все эти пошлости современные от этого не может он и принять милости Божьей как кающийся грешник перед Господом Иисусом Христом а расслабление воли тут вообще ни при чем нас учили с детства нашим пионерском комсомольском детстве и теперь этому учат что нужно собрать волю в кулак что нет таких крепостей которые большевики не брали разве в этом дело да люди сильной воли Гитлер например или Иосиф Лесарионович или подобные люди да что говорит Горбачок очень сильная воля у него была когда он пробивался к власти из Ставропольского обкома вышел когда шагал он знал что делать воля была ой ой какая и так у всякого карьериста и у всякого кто идет по трупам по чужим воля будь здоров у него с волей все в порядке то есть его не назовешь расслабленным так ли это но христиане должны иметь ум в порядке то есть когда мысль подсказывает что этого делать нельзя это будет грех ты берешь на душу грех и совесть конечно же сразу обличает и сердце сердце сразу человек сжет и показывает что мысль правильная тогда человек весь во власти Божьей тогда человек и бесстрашен и неуязвим совершенно да он пойдет по приказу например в атаку и положит свою душу даже если даже если от этой атаки никакой пользы не будет на фронте как очень многие наши беды полегли просто по приказу и это от ума и от сердца а не от воли ум заставляет приказывать волевому началу иди ум почему потому что ум же и говорит если не пойдешь грех возьмешь на душу надо идти и волей не волей а приходится идти и так всегда в христианской жизни а вовсе не потому что человек чего-то сильно хочет как говорят волевые люди цель себе поставил например цель поставил женемся например а нельзя Бог не дает жены молить кайся проси но сам не ищи и так во всем когда сильное желание то есть похоть власть например жаждет человека ее удовлетворить это что да скажет сильную волю всех пересидел всех переиграл сильный политик какая гадость от всего Господи избавил наши души Евангелие учит нас абсолютно обратно остался без жены не ищи жены кто в каком звании призван в том и оставайся не бунтуй не устраивай революцию не устраивай реформу стоите сказанно верить не сказанно бегите верить как сейчас от нас требуют движения динамики динамизм развитие нет скажем стойте верить и не оглядываться а это оказывается труднее всего бежать то легче чем стоишь бежать надо но бежать надо не по горизонтали а бежать надо в горло действительно оставляя за собой заднее и простирая переднее как учит нас апостол и вот возвращается к сегодняшнему расслабленному он говорит человека неимом это важное признание опять же мы слышим только то чаще всего современных толковатых да и не только современных что мол людей нет человеколюбивых которые могли бы ему помочь так то оно так но в этом здесь можно видеть тщетность всякой человеческой помощи человека неимом он этим исповедует братья и сестры то что всяк человек ложь и никто из нас не может сам себя за волосы из болота вынуть никто не может спастись сам человека неимом воистину это так ни хода да и не ангел не человек но сам Господь пришел Бог Он только может Он только может помочь только Бог может один помочь расслабленному умом ты думаешь что алкоголик или наркоман он человек с расслабленной волей как нас учат сегодня все со всех сторон Бог безвольный человек поэтому пьет нет это человек с расслабленным умом у него нет мысли подлинной он не хочет думать если бы она была у нас ей подчинилось бы и сердцу и чувственность и желание и воле и Бог бы помог вот такой человек должен сказать человека неимом потому что никто не может помочь никакие психологи никакие общества никакие программы скажем 12 ступеней для анонимных алкоголиков они не могут помочь если человеку нет нужд и нельзя подменять человеческой помощи Божьей помощи то есть здесь нужно смирение человек и неим для еды возмутиться вода им приходит прежде меня ну и в человеческом смысле тоже очень важно чтобы когда человек осознает это свое убожество пораженность то есть мысль мысль когда благая у него истинная начинает созревать что без Бога нет спасения что только он может своей крови и смерти открыть нам врата райского только его заслуга его жертвы баха дается душе вечной жизнь вечная которой я призван от чрева матери ради которой живу когда такая мысль начинает оплодотворять душу тогда нужна и чьи человеческая помощь то есть в чем она состоит в том чтобы человеку подать руку в том чтобы через других людей человек увидел свою греховность в том чтобы через других людей через ближних он увидел бы и понял что он тоже человек такой же как все то есть чтобы люди которые помогают занимались бы своим делом мы можем помочь ближе если мы не выходим братья и сестры своего чина если мы делаем по отношению к ближнему свое дело и не становимся на место Божьего если мы говорим человеку правду если мы не льстим не заискиваем если мы человеку сострадаем если мы мы оказываем ему простую человеческую симпатию простую человеческую дружбу и если любите меня заповедь новую даю вам да любите друг друга в этом любовь ближняя чтобы молча и просто быть быть для человека человеком не подменяя Бога в этом тоже можно смирение иметь и тоже мысль благодна и подлинное милосердие оно только в этом и состоит тайное милостынь тайное благотворение которое не пытается решить все проблемы как сейчас принято говорить не пытается переустроить мир своим социальным служением о нет нищих всегда имеете а подлинная любовь ближняя и не пытается это отменить не пытается всех накормить всех устроить всех по полочкам расставить всех ранжиров и в общем создать некий рай земной этого нет и не будет а подлинная любовь человеческая заповедная нам Господь ближним она даже удаляется братья и сестры от ближнего она творит тайное милость она хочет быть неузнанной она бежит всяких излияний вот этих вот чувств святитель филарет сказал что подлинная любовь братская человеческая братолюбие оно не произносит никогда вот этих слов люблю тебя и так далее а в наше время только это и слышно стало расхожей просто разменной монетой и это весьма неблагородна это не что иное как растление любви подлинная любовь никогда не заявляет об этом достаточно что Господь сам спрашивает Симон Иоанн любишь или меня и христианская душа отвечает Господи Ты весь Ты вся весь Ты знаешь Ты весь как люблю А заявлять самому об этом это некрасиво поэтому а нас этому учат современный мир современная массовая культура писать всю смс по цапах различных эти святые слова не надо этого делать и вот прославленный о котором речь сегодня когда бы он имел мы на его месте собранность собранность и остроту умную тогда бы он смирился бы конечно перед Господом Богом и этот тоже смирился сам Господь его нашел говорит все здравы тому больше не собрешай обличай те тайные грехи за которые Бог его оказал здесь большой урок каждому все начинается покаяние всегда нужно искать только просить у Господа Бога не отмены наказания а чувство справедливости его тогда бывает и покаяние и жажда плодов покаяния например если кто 38 лет страдает то плодами покаяния является терпение этих самых скорбей и уже безропотное их перенесение уже он не будет бросаться пытаясь обходить других устраивая свалку и не будет даже искать человека кто бы его вверх в купель а в конце концов будет на одном месте сидеть и смириться полностью под руку Божию Богу угодно придет сам Господь меня исцелить а суетиться будучи расслабленным пытаясь туда пролезть это это уже в прошлом и дай Господи нам созреть в эту духовную меру и когда созреем уже от нее братья и сестры не отступать это очень важно когда Господь милует чтобы быть благодарными помнить эту милость и не выдавать Господу как Он выдал Иудеям Иисус есть исцеливый мя и искали и гнали Иисуса Иудея что Он нарушает субботу да не горш шутить что будет дорогие братья и сестры бывают и имущие как неимущие то есть и при живых родителях сирот неимущие вот этого человека который мог бы дать человеческую помощь вовремя мы все этим грешны что вовремя не воспитали вовремя руку не подали вовремя слова не сказали и остается только об этом плакать горевать и уже быть в состоянии этого расслабленного который осознал наконец свою немощь и не отчаивается Господи милостивый Иисусе Христе Божий наш пощади и помилуй наши души аминь Христос воскресе во истину воскресе Христос аминь христос христос